Крыши текут, дома разваливаются, в квартирах холодно, коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Крыши текут, дома разваливаются, не торопятся, не торопятся, не торопятся, не торопятся. С места на место. Демченко снова поставил сюда мне теперь. Какая разница, где санитарные нормы, опять же, где, что там они стояли, просто они сейчас не бросаются мне в окно, а также тараканы ползут. На улице больше 30 градусов мороза. Единственное одушено – теплый дом. Вот только не везде он теплый. Так жители Барнаульской двухэтажки не могут согреться с начала отопительного сезона. Батареи в квартирах едва теплые, температура не превышает 15-16 градусов. Давай его одеваться, а то холодно. Давай, скорее. Холодно на улице, холодно в квартире. Жители двухэтажки на водопроводной, не выходя из дома, ощутили всю суровость сибирских морозов. Температура в комнатах опустилась до 15-16 градусов. Взрослые дети утепляются. Не помогает. Прибегают к тяжелой артиллерии, обогревателям. Но и они здесь не панацея. Включили с утра. Мы же ездили, уезжали. Приехали домой и, соответственно, с улицей мы тут околели. Хотя, как бы, ну, должно быть тепло с улицы. Все равно теплее. Мы его включили. Он еще не нагрелся. И он отключается. Ну, как, должен отключаться. То есть, выставлен в 25-е, он должен отключиться, но он не отключается, потому что он не нагревает. На окнах изморость обои отклеились. В квартире постоянная сырость. От влажности запотела даже камера. Очень сильно холодно. У нас ледяной пол. То есть, малыша босиком вообще не оставишь. У нас здесь никогда такого не было. Мы ходили почти раздетые, тепло. И, соответственно, стены всегда были сухие. И окна никогда не плакали. Ну, и мы не включали обогреватель во время отопления. Сейчас идут большие растраты на электроэнергию. И плюс сейчас потариф в зимнее время еще больше. Соответственно, коммунальные расходы увеличились. Соседи, соответственно, обращаются в управляющую компанию, в тепловые сети. Они пришли руками, развели, сказали, у вас на всю включено отопление. Мы ничего сделать не сможем. В отопительный сезон температура в помещении должна составлять от 18 до 25 градусов тепла. Напоминают коммунальные эксперты. И если температурный режим нарушен, то порядок действий следующий. Пригласить управляющую компанию для отбора температурных проб, для того, чтобы зафиксировать отклонения, сколько они составили и так далее, какой продолжительности они были, для того, чтобы в дальнейшем, ну, во-первых, зафиксировать этот факт, а во-вторых, как бы уже говорить о том, чтобы провести перерасчет, в случае, если это продлится, вот, заниженная температура и отклонение от нормальной температуры дольше суток, то потребитель вправе рассчитывать на перерасчет за некачественно оказанную услугу коммунальную. Отрегулировать температурный режим, в особенности в период сильных холодов, нужно в течение суток. Если же коммунальные службы не справляются с задачей, жителям необходимо экстренно звонить в аварийно-диспетчерскую службу своего района. А мы все-таки просим ответственные органы обратить внимание на дом на водопроводной 134, где замерзают не только взрослые, но и дети. На улице водопроводная назрел бытовой конфликт. Один из жителей краевой столицы самовольно перевез мусорные баки и поставил их возле соседского дома. Инициативных поступок жильцы не оценили, и вот уже несколько месяцев добиваются, чтобы баки вернули на прежнее место. Я в выходные пошла на базар, в эту сторону, что пошла. Я как глянула, бачки стоят. Они стояли пустые, видно, только поставили. Пустые стояли. Я в шоке, я думаю, может быть, куда-то еще определяют. Потом смотрю после выходных, вот такая вот свалка. Эпопея с мусорными баками длится уже несколько месяцев. В рамках новостей им рассказывали о том, как житель краевой столицы самовольно перевез мусорные контейнеры с мусорной площадки и поставил их под окна соседей. Сюрприз люди не оценили. Сосед 10 лет назад мне еще предлагал сюда поставить мусорки. Я говорю, иди себе поставь под окна, если так тебе надо. Он как бы слова нет понимал. Сейчас он перешел к действиям. А мусор разносится. У меня под воротами там. Выхожу. Мусор. С чего ради? Я дворник или кто я, я непонятно. А сосед-то что говорит? Вы наверняка к нему подходили. Я, говорит, нюхала этот мусор. Теперь вы нюхайте. Супруга мужчины, который на свое усмотрение жонглирует баками на водопроводной, тогда пояснила, что изначальное местоположение контейнеров неудачное. В заснеженную погоду спецтранспорт не может вывезти мусор. Вот здесь занесет дорогу, машину пробьет, а там никто не пробивает. Мусорка подъезжает, не проехать. Разворачиваются, уезжают. Здесь за зиму свалки, горы. Там уже и крысы, и мыши. Там чего только не было. Тем не менее, после огласки в СМИ мусорные баки вернулись на прежнее место. На специально оборудованную площадку. Радости жителей не было предела. Я от окна не отходила. Мне такое ощущение было, что я сейчас гляну, а они обратно здесь стоят. Я вообще была весь день на таком подъеме, что нет у меня под окнами бачков. Но радовались рано. Уже спустя несколько дней сосед присмотрел баком новое место жительства. Ну вот, стояли под окнами у меня бачки с мусором. Теперь вышли из положения администрация, сказали, чтобы поставили управляющее на место. Они туда ставили. Демченко снова поставил сюда мне теперь. Какая разница, где санитарные нормы, опять же, где, что там они стояли. Просто они сейчас не бросаются мне в окно, а также тараканы ползут. У меня никогда тараканов не было. Сейчас 2-3 таракана больших, вот особенно погода, когда была, ну, теплая. Я убиваю у себя 2-3 больших таракана. Как вы думаете, куда нужно поставить? Да не, я это должен предлагать, понимаете. Я знаю, что здесь проходят теплотрассы. От этой теплотрассы мы топимся все. Случись, сейчас какая-то авария или что-то, это надо вызвать сначала одну службу, чтобы убрали вот это. А потом только будет вторая. Жители неоднократно обращались в администрацию района уже по факту новой прописки баков. Однако все безрезультатно. А между тем, коммунальные эксперты отмечают, что самовольный перенос баков с твердыми коммунальными отходами недопустим. Так как места складирования мусора заранее согласовываются с администрацией и санитарно-эпидемиологическими службами. Юристы советуют при бездействии органов местного самоуправления с жалобой обращаться в прокуратуру района. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok